Губернатор Андрей Чибис совершил поездку в ЗАТО Александровск. Во время объезда глава региона осмотрел объекты, которые войдут в программу реновации ЗАТО. Где-то похвалил, но некоторыми пунктами по маршруту визита остался недоволен. Например, мостом-долгостроем в Полярном. Подробности у наших коллег. Первые пешеходы по мосту, соединяющему улицу Моисеева и Душенова в Полярном, должны были пройти в середине декабря. Но на месте сооружения по-прежнему зияет глубокий овраг. Сбежавший с миллионами авансового платежа подрядчик на связь не выходит. А отдел капитального строительства, ответственный за реализацию проекта, лишь разводит руками. Доложить губернатору области, приехавшему на объект, нечего. Пока в документах и жалобах разбирается прокуратура, жители продолжают штурмовать ложбину на свой страх и риск. Понимаем, конечно, и меру ответственности себя не снимаем, как администраторы и как заказчики. Все это понятно, но лучше выполнить это качественно и точно, потому что это сооружение, которое действительно необходимо городу сегодня, соединяет две половины города. И оно очень востребовано и важно. Андрей Чебис решительно заявил, что мост так или иначе быть должен. Вопрос будут решать Минстрой и Минград в режиме ежедневного контроля. Увы, сроки строительства и последующего благоустройства территории придется сместить. Будет принято окончательное решение, от которого, я уверен, уже никто не отступит. Я знаю подходы губернатора. Я хочу довести до жителей, что уже второй попытки никому не будет дано. Ни муниципальным органам власти, как заказчику, ни конкретно подрядчику, который зайдет сейчас. Не осталось без внимания обращения полярницев и необходимости новой детской площадки. Кораблик, ставший в некотором смысле символом детства Александровцев, постепенно приходит в негодность. Горка держится на честном слове. Обновление требуют и другие элементы. На благоустройстве в Большом Заток губернатор заострил особое внимание. В Гаджиево уже деньги есть на благоустройство вот этого замечательного озера. Гаджиево у нас победитель в конкурсе малых городов с этим проектом. В городе Полярном мы за свой счет поставим в околокультурного центра хорошую детскую и спортивную площадку. Я думаю, что что-то по аналогии с этим сегодня мы с вами... А, ну это мы без вас там заехали, определились, что мы там сделаем в этой точке хорошую детскую площадку. А вот тот овраг, на котором мы сегодня с вами стояли, значит, там должен быть не только мост. Там проект-победитель тоже по благоустройству этому оврагу и трансформацию его в общественное, современное общественное пространство. Преобразование ждут и гаджиевцев. Город давно требует современного физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Начинается этап планирования сноса пустующих зданий и строительства ФОКа. Все это лишь первый этап масштабной работы – реновации ЗАТО. Сейчас зафиксируем уже окончательное место строительства на ФОКа и будем добиваться, чтобы соответствующие финансы тоже появились в следующем этапе реновации. Но мы понимаем, что помимо жилья необходимы социальные объекты, которые новые условия требуют, новые условия жизни просто требуют, что должно быть все другое, чтобы люди могли и служить, работать, но и где было место для отдыха. И вот эти все вопросы были говорены. Во время поездки коснулись также вопросов образования и спорта. По итогам объезда ЗАТО вместе с военными, депутатами областной думы, местного совета депутатов, а также руководством муниципалитета губернатор провел совещание, на котором был принят ряд важных для Александровской решений. Продолжение следует...